А в Эмонте произошло покушение на убийство. По неофициальной информации, киллер стрелял по машине бывшего сотрудника экономической полиции. В человека стрелок не попал и скрылся в лесопарке. Евгения Копылова побывала на месте преступления. Что случилось на стоянке напротив Рима на бульваре Аннень-Мойжес? Такой вопрос вчера вечером появился в социальной сети Facebook. Быстро нашлись свидетели, утверждавшие, что кто-то стрелял из боевого оружия. Сегодня полиция это подтвердила. Государственная полиция подтверждает, что вчера, 14 апреля, стреляли по машине, никто не пострадал. Начат уголовный процесс за попытку убийства при отягчающих обстоятельствах, если это сделано опасным для жизни нескольких лиц способом, и за намеренную порчу чужого имущества. Сейчас расследование на начальной стадии. Рассматриваются все версии. В интересах следствия более подробная информация не разглашается. Это произошло на частной парковке напротив Рима. И отсюда можно видеть место, где еще вчера стояла машина, по которой стреляли. За парковкой еще одна ограничительная лента. Это место, откуда велись выстрелы. Полиция исследует местность. Также, по словам очевидцев, известно, что стрелявший скрылся в лесу. В лесопарке оборудована детская площадка. Там найти свидетелей не удалось. Вот что пишут в социальных сетях. Стреляли из боевого оружия. Все живы. В цель не попали. Только по машине. Стрелок поспешил в лес с большой сумкой на плечах, в которой было оружие. Я записан как свидетель. Парковал машину, когда все произошло. Стрелка тоже видел. И если кто-то 14 апреля около 19.40 ходил по лесу и видел человека с большой сумкой для гитары, в синих джинсовых штанах и в камуфляжной кофте, просьба отозваться. Все, кто видел что-то подозрительное. Ближе к полуночи полиция искала свидетелей в доме рядом с парковкой. Приходила опрос, делала полиция ночью. К нам лично. А дочь после семи слышала выстрелы. В огно посмотрела, но почему-то она решила, что здесь что-то расстреливают машины. И здесь она уже ничего не увидела. Однако, похоже, что жильцы к такому уже привыкли. У нас уже был инцидент, наверное, или год или два назад, когда расстреливали машины. С той стороны стоянки было как-то неприятно. Тоже вот были дырочки в стеклах лобовых машин, даже их несколько пострадало. А сейчас говорят, что это уже не пневматика, а что-то более серьезное. Я живу в этом доме. Слышал, что кто-то стрелял. У нас два года назад тоже с соседнего дома какой-то полуумный из воздушной винтовки стрелял по стеклам, по машине. Потому что тут уже не первый случай. Похожий. Из ружья стреляют. По информации интернет-портала компромат.лв было всего четыре выстрела. А покушение было совершено на бывшего сотрудника экономической полиции, который имеет лицензию частного детектива. Евгения Копылова, Марис Юргенсенс, Латвийское телевидение.